Юбилей 40-х годов означал один из самых вядомых музеев Беларуси в Ветковске. Музей староверства и беларуских традиций носит семья Фёдора Шклярова. Миновита по его инициативе и на основе уластных коллекций и был створен этот уникальный объект культуры. На юбилейной сострыше побывала Марина Джалая. Музей был заснованный 30-го листопада 1978 года. Первая постоянная экспозиция была открыта 1-го листопада 1987-го от реставрованным и добудованным историческим особняком в доме купца Горошкова. Сегодня музей – это доследший и осветницкий центр региона в Галине традиционной культуры. Галина Нечаева, директор музея, на початку листопада так само отзначила великий юбилей. Ровно 30 годов она означаливая эту установу. Об музее, его коллективе, людях, которые делятся своими ведами и тем самым узбогачают скарбонку экспонатов, она может рассказывать безупинно, цикава, с великим захоплением и горадшим энтузиазмом. На пытание, где лепш за все записать интервью, Галина Нечаева подвела нас до этого места. Недавно она почула меркование, что каждый музей должен иметь свою джаконду, и вырешила, что этот образ тут должен належать иконе. Никола Отвратный. Вот это икона XVIII века. Она таинственная. Эта иконография считается ветковской и в энциклопедиях представлена как ветковская. Но тайна здесь есть, потому что тут написано Никола Отвратный и же в Москве. Москва не удержала этой традиции, потеряла эту иконографию, а здесь ветковчане, наши предки, ее сохранили. Икона XVIII века сохраняет и сочетает древние византийские черты искусства нового времени. Рококо именно в Рококо украшено и Евангелие в руках святителя Николы, и его риза, вот эти золотые розы ветковские. Смотрит он сурово за левое плечо того, кто перед ним молится, и отвращает все левое. Директор филияла Брандского державного университета у Новозыпкове Виктор Мишенко у ветковский музее у третий раз. Кожный приезд с захоплением знакомится с новыми экспонатами. И снова же означает, что душа этой установы ее директор Галина Нячаева. Жизнь в музее сохраняется благодаря тем энтузиастам, которые в них работают. Потому что я думаю, без Галины Григорьевны история ветковского музея не была бы так и широко известна за пределами ветки. Потому что ветка – это исторический бренд, ветка – это центр старобрячества, ветка – это Галина Григорьевна. Повеншовать коллективу приехало множество гостей из Беларуси, России и Украины. Ины удельничали у международным круглым столе, ики тут провели у першиню. С способами на запашивание и анализу материала об культурной и фольклорной спадшине. Потым пройшлися по музейных залах. Тут представлена мастацкая культура и творчость некольких народных традиций региона на паудневом у сходе Беларуси. У фондах уникальные коллекции староверских образов, рукописных и старо-друкованных книг 16-19 стагодья. Коллекции ткацтва, археологии. А кроме того, у музея денежный отдел рестаурации и адраджения рамествов. У Беларуси таки адзины, які знаходятся у районным центры. А у фондах музея уже 12 тысяч экспонатов, и их колькасть расте. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио «Гомель» – Зветки.